Дагестан Дагестан Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов обратился к жителям республики В своем видеообращении глава ведомства призвал с пониманием отнестись к тем мерам, которые принимают сотрудники органов внутренних дел в связи с пандемией нового вируса Ранее мы не сталкивались с таким положением дел в республике, поэтому все, что мы делаем для нас ново И возможно при проведении каких-то мероприятий они кажутся очень жесткими и возможно мы допускаем при этом какие-то ошибки Мы ежедневно анализируем нашу работу и принимаем меры к тому, чтобы максимально корректно проводить наши мероприятия Во исполнении тех решений о соблюдении режима самоизоляции принимаем меры к тому, чтобы люди праздно не шатались по городам, районам, населенным пунктам нашей республики Они не разъезжали и вот много критики в этом плане со стороны граждан Наверное они обоснованы Я призываю наших сотрудников исключительно корректно выполнять наши функции Потому что население оказалось в этой ситуации не по своему выбору Очень много проблем у граждан и мы должны их вместе с ними решать В то же время обращаюсь к гражданам проявить максимальную сознательность Тем самым вы сохраните жизни своей, своих родных и близких Также, по словам министра, МВД Дагестана потеряло троих сотрудников Все они скончались от небольничной пневмонии Я прошу вас с пониманием относиться к тем мерам, которые принимают сотрудники органов внутренних дел Наряду с врачами, медицинскими работниками мы сегодня оказались на передовой Уверяю вас, не доставляет удовольствия вот так вот пресекать, принимать меры К тому, чтобы ограничивать перемещение, передвижение наших граждан Чтобы мы не выходили в парки, скверы, чтобы мы не гуляли Это одно из образов нашей жизни И в настоящее время нам приходится принимать столь непопулярные меры Для того, чтобы все-таки сохранить жизнь наших граждан Тем временем, в Дагестане выявлено 1389 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Прирост за сутки составил 158 человек Об этом сообщает оперативный штаб республики При этом 112 человек из общего числа заболевших уже выздоровели Или были выписаны из больницы 12 человек скончались Кроме того, в республике за последние дни замечен также всплеск внебольничной пневмонии По данному виду заболевания власти Дагестана пока статистику не приводят Дмитрий Песков допустил возможность прямых выплат россиянам из-за коронавируса О каких суммах может идти речь в Кремле не уточнили Пресс-секретарь президента заявил, что все меры социальной поддержки Которые в настоящее время принимаются правительством В первую очередь направлены на продолжение экономической жизни в стране При этом он не исключил прямых денежных выплат населению Напомним, что ранее неоднократно звучали предложения о раздаче так называемых вертолетных денег Единоразовой выдачи финансовых средств каждому россиянину Так в середине апреля группа известных российских экономистов призвала власти начать прямые выплаты населению Использовать средства фонда национального благосостояния Вы говорите, потенциала достаточно для выполнения социальных обязательств, Дмитрий Сергеевич Но это потенциал чей? Потенциал государства А потенциал малого и среднего бизнеса, насколько я могу судить, он крайне ограничен Потому что будут закрываться, собственно, предприятия малые и средние Людям нечем платить эту зарплату, которую Путин предложил выплачивать Точнее, обязал выплачивать Очень тяжелое положение у множества людей в самых разных регионах страны Вот у них нет потенциала Вот что им делать? Им нужно пользоваться теми мерами поддержки, которые приняты в настоящее время И кроме того, конечно, нельзя исключать, что новые пакеты еще последуют Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет мер поддержки А главное, президент поручил готовить национальный план развития экономики То есть это не просто план антикризисных мер А это именно план развития страны С учетом того, что Ну вот этот вот кризис, он, наверное, несет вместе с собой некую новую реальность И эта некая новая реальность обязывает нас становиться другими В том плане, что гораздо более эффективными, более современными И способными реагировать на какие резкие колебания, которые мы видим сейчас То есть прямая материальная помощь, она все-таки еще возможна Исходя из того, что вы говорите, правильно я вас понимаю? Или это исключено? Помощь может быть или прямой, или косвенной И неизвестно, что лучше Неизвестно, что лучше Главное это дать возможность экономической жизни продолжаться Истребители и вертолеты Каспийской флотилии начали подготовку к параду Победы Парад состоится 9 мая в небе над Каспийском Вертолеты и истребители, которые летали над Махачкалу и прибыли с разных аэродромов Так 9 мая над Каспийском пролетят 4 вертолета и 6 истребителей Кроме Каспийска, авиапарады пройдут и в других регионах Всего в них будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета Детский сад на 200 мест строится в поселке Досаав силами военных Это один из более чем 70 соцобъектов, которые возводят в Республике Минобороны России Первый этаж уже достраивается Как передает пресс-служба ведомства, важнейшее значение при строительстве Придается использованию экологически чистых материалов и энергосберегающих технологий Это не только экологически безопасно, но и экономически эффективно Кроме того, на случай проблем с водой запланирована установка резервуара на 18 кубов воды Объекты обещают сдать и до конца 2020 года И на этом у нас все Всего вам хорошего, не болейте, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова